Чем выше, как говорится, здравый смысл у человека, чем больше он пользуется логикой, чем больше он пользуется своими мозгами, тем больше вероятность того, что он преодолеет это заблуждение. Чем менее образован человек. Вот есть такой центр международный американский, который исследовал заказы игиловцев, какие книги они заказывают. И знаете, какие они заказывают книги? Ну, если вот так буквально, утрированно говорить, «Ислам для чайников». Вот так привлительно, «Ислам для начинающих». Вот такие книги заказывают. Особенно, которые из его поехали, из Бельгии, из Франции. И они там берут, значит, Амазон, берут разные сайты и исследуют, какие заказы идут с территории ИГИЛ. И идут вот такие заказы, понимаете, не такие какие-то идеологическая доктрина ислама, политические взгляды такого-то ученого. Такого нет. А я помню, что-то как-то анализировали журнал этот, ИГИЛовский, и там писали, что у нас там хорошее мороженое, вкусное мороженое, а не с ахидеями. Вот типа поезжать, у нас тут комфортно, там, это, то есть вот буквально действительно вот такая простейшая реклама, которая у нас обычно идет, ну не знаю, там, для игрушек, там еще что-то. Вот и именно вот такие люди на них идут. У нас есть люди, которые были, воевали там, вернулись, я с такими беседовал. Часть из них уже полностью отказалась от своих убеждений. И они говорят, первое, что вызывает недоверие там, видил, то, что там нет ни одного грамотного человека. Пишут брощуры, листовки, грамматические ошибки полностью, на одной странице несколько грамматических ошибок. Понимаете? Шарьянскими судьями выступают люди, которые не имеют религиозного образования. Медреси не изучали, университет не заканчивали, исламский, понимаете? И вот эта вот проблема, то есть чем ниже уровень интеллектуального человека, тем легче его завербовать и так далее. Чем выше, да, есть те, которые и доктора наук, есть там, кто воюет, да, в рядах ИГИЛ. Есть такие тоже. Но, по большому счету, это люди, которые, как сказать, более эмоциональны. Которые на эмоциях постоянно. На эмоциях. Почему? Потому что у ИГИЛ поставлена пропаганда, например, сейчас-то его уже почти нету, но в свое время, в пятнадцатом году была поставлена сильная пропаганда через вот эти видеоролики, где демонстрируют убитых женщин, детей, понимаете, там какие-то химические атаки и так далее. И много людей. Вовлекаются эмоционально. И многие, и там, почему вот вы мусульмане, где ваша солидарность, где ваша помощь вообще. И вот этим многих, как говорится, призывали. Но люди, которые туда ехали, это все видели, видели, что это все обман, в конечном итоге пытаются сейчас вернуться. Часть из них вернулась, часть из них наше государство возвращает, часть из них находится там в плену курдов там и так далее.